А вот другой кризис, северокорейский, может закончиться уже этой весной. Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. И если встреча произойдет, это будет по-настоящему историческое достижение для северокорейской дипломатии. Трамп может стать первым действующим президентом США, который встретится с лидером КНДР. Такой чести не удостаивались даже отец и дед нынешнего хозяина Пхеньяна. Конечно же, контакты между американцами и северокорейцами были, но поддерживались они подчеркнуто на неформальном уровне. Например, бывшие президенты США ездили в Пхеньян для освобождения американцев из тюрем КНДР. Впрочем, о встрече с Трампом пока больше вопросов, чем ясности. Американцы не снимают свое требование к Пхеньяну отказаться от ядерной программы. Не убирают и очень жесткий режим санкций против КНДР, который привел даже к дефициту бензина в этой стране. Понятно, что Киму выгодно хоть как-то ослабить давление США, но вот на какие уступки он реально готов пойти? И не закончится ли это все попыткой попросту обмануть Америку?